За трагическими событиями в Японии и военными действиями в Ливии, ядерная программа Ирана отошла на второй план. Напомнить об имеющихся проблемах решили американские эксперты из фонда Heritage. По их мнению, последнего раунда санкций от ООН, Евросоюза и Японии в отношении Ирана недостаточно. Те заявления, которые идут из Ирана, ясны. Санкции имеют политический эффект. Но ядерную программу Ирана, как таковую, они не пустили под откос. Для этого я бы предложил более общий подход к санкциям. Сейчас санкции похожи на корабль в стеклянной бутылке. Мы построили прекрасный корабль. Великолепные паруса, надранная палуба. Выглядит очень впечатляюще. Как настоящий корабль, который может противостоять штормам. Но он внутри бутылки. К сожалению, когда мы боремся с ядерной программой Ирана, мы должны быть способны построить корабль, который может плавать по штормовым волнам и противостоять, например, опасным ВМС Ирана. Для того, чтобы увеличить давление на Тегеран, США стоит не только применить новые санкции, но и возглавить международные усилия в этом направлении, считают эксперты. По их мнению, основное внимание должно быть уделено контролю за соблюдением имеющихся санкций и введение новых, которые окончательно подорвут поставки нефти из Ирана, лишив таким образом страну основного источника дохода. Иран экспортирует порядка 2,2 миллионов баррелей нефти в день. Это примерно 2,5% от мирового экспорта. Таким образом, они получают средства, которые питают режим и идут на осуществление ядерной программы, а также финансирование репрессивной системы. Эти же средства идут и на подпитку международного терроризма. По мнению Ариэля Коэна, избежать дефицита нефти при отказе от иранской доли на рынке можно за счет увеличения объема поставок из Саудовской Аравии, Ирака, Арабских Эмиратов, а также из собственных месторождений США. Алексей Березин, Екатерина Александрова, Infox, Вашингтон.